Нет, это не жизнь. Лукашенко полностью разбит, и он понимает свое сложнейшее положение. А это значит, они недовольны, и даже вот эти уступки КП не спасают. А Россия там еще организует, чтобы там в Западе посильнее кричали бы, что ждет этого Лукашенко ГАКский суд. Ну вот, наш Лукашенко добрался до Москвы. Все-таки принял Владимир Владимирович, нашел наконец-то в своем графике время, чтобы Александра Леонидовича принять. Картина была, конечно, чудовищная. И, конечно, все социальные сети пестрят этими фотографиями странного, конечно, Лукашенко, и его странное дело движения во время встречи с Владимиром Владимировичем. Понятно, что Лукашенко полностью разбит, и он понимает свое сложнейшее положение. И, как вы видите, эти лица, как Путин там с ним говорил, а сегодня, видите, там и Шойгу приехал в Минск, и как они смотрели на этого Лукашенко, ни одной улыбки, как бы так слушаете очень внимательно. Ну, в общем-то, это, конечно, к тому, что Лукашенко, конечно, хотя бы на словах сдает позиции, но это все-таки открыто он сдает позиции. И, конечно же, как бы он понимает, что, как бы, да, партнеры его не улыбаются, а это значит, они недовольны, и даже и вот эти уступки, как бы, не спасают. Все-таки есть требования со стороны России, которые выдвинуты в декабре 2019 года, а суть этих требований, как бы, очень простая. Лукашенко должен уйти, но он еще должен там изменить Конституцию, чтобы можно было провести серьезное, как бы, мероприятие, чтобы присоединить этот Белорусс к России. Ну, как бы, речь не идет о том, чтобы ликвидировать белорусскую государственность, но, как бы, функция государственная должна перейти к Москве. Это, как бы, очевидно. Об этом говорил и белорусский посол в Москве уже летом. И ничего не изменилось здесь. Просто Москва требует, чтобы вот это все было выполнено. А что хочет Лукашенко? Ну, он играет свою старую игру. Вы видели это, и, конечно, на переговоры с Путиным. Он продолжает играть, как бы, такую игру, что вот ждем. Обещаем, там выполняем, не выполняем, будем смотреть. Но, в общем-то, ждем. С чего ждем-то? Ну, чтобы, как бы, Владимир Владимирович ушел в другой мир. Но это такая игра. Никогда не знаешь, кто первым идет этот другой мир. Ну, рай или ад, как бы, будет видно, конечно. Там первым идет Лукашенко, или вторым идет Путин, или наоборот. Там первым идет, как бы, Путин, а вторым идет Лукашенко. Никогда не знаешь. Так что, очень, как бы, опасную игру играет, там, Александр Леогордович. Но, понятно, что и выхода нет. Он хочет остаться, а Москва не хочет, как бы. Вот, там, давление, там, организуют против этого Лукашенко. Сильное. Там, Запад его прекратила поддерживать полностью, там, давит, чтобы Запад еще, как бы, больше санкций, там, установила против Лукашенко, чтобы спасения уже Лукашенко не было бы. Но, дело в том, что, ну, не может Александр Леогордович просто так уйти. Но, во-первых, гарантии. Конечно, если бы он даже бы ушел, но имейте в виду, что, когда он даже ведет переговоры, там, о гарантиях, там, или что-то такое, вы должны понять, что он дурит. Он никуда не хочет уйти. Он просто тянет время. Но все равно же, как бы, когда идут эти переговоры о гарантиях, понятно, что, ну, там, Лукашенко хочет что-то там конкретно иметь на этих, как бы, переговорах. Там, и будет ли он использовать это, не использовать, это другое дело. Но сейчас вот такая странная ситуация. Западе чего не предлагают? А Россия там еще организует, чтобы там Западе посильнее кричали бы, что ждет этого Лукашенко ГАКский суд. Ну, тогда что предлагает Россия? Ну, там тоже, как бы, как бы, ну, там, живи, там, Сочи, там, что-то такое. А, в общем-то, так сказать, ну, видел Лукашенко, как там живет этот, как его там, Янукович. Нет, это не жизнь. Поэтому, конечно, Лукашенко в сложном положении. И, как бы, хотят, чтобы он ушел. Нормальных гарантий не предлагают. Ну, что ему останется тогда делать? Просто играть дурака, там, обещать, там, Шойгу, что да-да-да-да, сейчас я вам где-то там даю такую возможность, что вы какую-то там пушку куда-то могли бы поставить. Но вы должны понять, что это значит, что завтра эту пушку тогда поставят? Да, ничего подобного. Очередной раз мы просто выиграем время. Обещаем, обещаем, обещаем. А потом будет видно, еще один выигран день, еще одна неделя ушло, там, месяц. Понимаете, как бы. Вот такой у нас политик Александр Леогорич. Конечно, что с этим деятелем делать? Поверьте мне, каждым днем вот это давление, чтобы он побыстрее бы убрался бы, что это не звучит не только там уст этого Путина, а, конечно же, это недовольство огромное, конечно, и в Западе уже, и не помогают никакие разговоры Меркель, что надо вести диалог с Лукашенко, там, и что-то такое. Не помогают это. Все-таки все, все, Александр Леогорич, все. Но, единственная надежда еще Александра Леогорича, что, может, все-таки, как бы, такие твердые силы социализма и Советского Союза ее поддержат в России. Ну, понимаете, Жириновский с Жириновским, он предатель. От него помощи нету, там, игру, как бы, предал этого Лукашенко. Но, может быть, какие-то там 90-летние старые коммунисты, которые верят Сталина. Ну, и, в общем-то, все это такое, что все-таки они поднимаются России на защиту Александра Леогорича. Поэтому вы видите, что в последнее время из уст Александра Леогорича уже льется такая странная, как бы, поток слов, что американцы следят меня из космоса. Космоса следят, и поэтому я ничего могу делать. Но вот, если бы вот так. Ну, конечно, люди смотрят, что вообще сошел старик с ума. Но это он не сошел с ума. Он обращается мощным силам России, этим 90-летним стариков, которые за Советский Союз и Сталина. Но посмотрим, как это там все это, как бы, идет. Получается ли это все, это, как бы, у Александра Леогорича. Но ситуация, конечно, сложная. Будем ждать новых серий. Вы смотрите АРУ-ТВ Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Калибинledge �ont百ул У NI-ОрК Корректор А.Кулакова Калибин outbreaks